Доброе утро! В эфире медицинская рубрика. Болевые ощущения в критические дни доставляют мучения многим и многим женщинам, причём самых разных возрастов. Некоторые даже считают, что эти спазмы явление неизбежное и нормальное, вроде как собственная реакция организма. Так ли это на самом деле? И можно ли решить эту проблему без использования лекарственных средств? На эти вопросы ответит физиотерапевт Людмила Школьник. Людмила, доброе утро! Ну, все мы, женщины, сталкиваемся с этой проблемой, а вот как её решить, знаем немногие. Доброе утро! Я хочу сказать, что если мы обратимся в энциклопедию и узнаем причину этих проблем, окажется, что это спайки, воспалительные процессы, различные эндокринные заболевания, но нигде практически не написано, что одной из причин является стресс и проблемы с позвоночником, особенно с шейным отделом позвоночника. Если мы посмотрим, как вообще функционирует. Дело в том, что... Отдел позвоночника и... Да. Кора головного мозга – это главнокомандующий всей центральной нервной системы, который напрямую связан с эндокриной. То есть это с маткой, с яичниками, надпочечниками, молочной железой, щитовидной железой. То есть если происходит какое-то изменение в эндокринной системе, есть проблемы в яичниках. В яичнике эндокринная система, в свою очередь, вырабатывает гормоны, которые участвуют в создании, в созревании яичников, то есть фолликул. Один раз в час из коры головного мозга. Как часы происходит выброс специальных гормонов, которые корректируют всю эндокринную систему, яичники в том числе. Если происходит сдвиг хотя бы на одну секунду, на долю секунды этого ритма, начинаются проблемы в яичниках, то есть болезненные месячные, проблемы с беременностью, кровотечение, сдвиг ритма. Что... в чём причина? Чего это случается? Что за причина? А причина – проблемы в шейном отделе позвоночника. Почему? Потому что сосуды и нервы шейного отдела позвоночника напрямую связаны с корой головного мозга, с гипоталамусом. То есть вместо того, чтобы пить таблетку, нужно массировать... Нет, просто массировать, а целый комплекс лечения. Так вот в этот момент, когда есть... если есть эти проблемы, если это дискальные изменения, девочка упала в детстве и забыла про это, а проблема осталась на всю жизнь, различные сколиозы, всё это действует, происходит спазм, нет питания мозга, нет кровообращения, идёт кислородное голодание. В мозг не происходит выброс гормонов, специальных гормонов. Что делаем в этих случаях? В случаях... мы... специальный комплекс лечений, который направлен, в первую очередь, на расслабление. Это и остеопатия, это и специальный ортопедический массаж, это специальная вытяжка. И иногда мы добавляем элементы рефлексологии, чтобы расслабить человека. В этом случае. Что ещё часто очень встречается, почему сказали стресс? Особенно это было видно после войны. В последней войне обратились очень много девочек, молодых женщин, с сильными головными болями, головокружением, немением, пальцем. То есть все признаки связаны с шейным отделом позвоночника. И что оказалось? У всех проблемы с месячными. Болезненные месячные. Это всё действует. Та же самая система на расслабление, на восстановление кровообращения позвоночника. И очень важный момент, что я хочу сказать. Это настолько, настолько сильная система, настолько хорошо работает, что в одной из клиник к нам обратилось 9 женщин с проблемами бесплодия. Из них 8 забеременели. Это просто 98% удачи. То есть болезненные месячные – это совокупность проблем, да? И когда вы корректируете боль в воздействии на шейный позвоночник, то вы снимаете… Корректируется гормональная система? Да. Корректируете гормональную систему, наступает беременность. Беременность? Что, как много процедур нужно пройти с женщиной? И что вот немножко подробнее представляет? Это просто массаж, это… Это не совсем массаж, это всё вместе. Это совокупность остеопатии, шеяцу, специального массажа ортопедического и специальной очень нежной ротации и вытяжки шеи. Вы как-то показывали у нас в передаче, как вытягивается шея. Это всё очень нужно осторожно. Но почему у девочек… Были просто несколько… Очень много случаев, когда… Семьями. Девочки страдают больными месячными. Каждая мама уже в панике. И когда мы сделали процедуры эти, они просто забыли, когда наступают месячные. И даже не обратили внимания. То есть налицо результат. Сколько процедур, если это связано с беременностью, то по статистике нужно сделать 28 процедур и 2 раза в неделю. У девочек это обычно намного быстрее. Реакция не молодые, это реакция быстрая. Спасибо большое. Интересно. Итак, Гиппократ называл боль сторожевым псом здоровья. Поэтому, если вы испытываете боль во время беременности или месячных, даже в лёгкой форме, не оставляйте её без внимания. Обращайтесь к специалистам. Всего вам доброго.